Здравствуйте, уважаемые друзья, блогеры. Был небольшой перерыв техническими делами. Из Перми сотрудник КГБ опальный Бессонов Алексей Борисович. 17 мая 2020 года. Друзья мои, ну вот, сегодня прошла такая информация, что предъявили Анатолию Быкову обвинение в совершении убийства, 102-я. Ну там сроки давности будут, там, 78-я. Ну и вот пишут, что причиной-то была не то, что он когда-то совершал. А они что, не знали, что там, что творилось в 90-е годы? Как захватывались предприятия? Да по всем городам бегали банды. Я уже вам рассказывал миллионы раз, что начальник УФСБ местного вызывал предпринимателей и говорил, у нас здесь Перми, что вы мне предприниматели рассказывали. Вы платите, иначе они убивать будут. То есть фактически пособничал 210-й. Весь город, все платили деньги, так сказать, соответствующие группировки. Причем в стране было 4 группировки. Измайловская, Солнцевская, насколько я помню, там, какая еще была? Солнцевская, Измайловская, Подольская, еще какая-то была, не помню. Ну, не зачем. И вся страна была, надо сказать, поделена, они все платили, была система и так далее. То есть, ну и в Санкт-Петербурге что было создано? То есть, не без помощи известного персонажа. Поэтому они что не знали, знали. Почему, в чем причина предъявления ареста Быкова, как пишут в СМИ. Я его не знаю. И совершенно не... Здесь мы абстрактны. Анатолий Быков, это как собирательный образ. Здесь, так сказать, может быть, и Иванов, и Петров. То есть, ну, называют, что причиной была его критика. Вот сейчас Владимира Путина. И якобы за спиной, за заказом, стоит руководство управления по защите кондиционного строя ФСБ. То есть, они отслеживают выступления. Ну, так как он имеет определенный вес в финансовые возможности в Красноярске. Ну, а у них, что называется, не испугались. Наиболее активных критиков. Ну, почему меня не трогают? Ну, во-первых, мой конфликт с ФСБ, с руководством, он известен всей стране и так далее. И, ну, подождите, и до меня доберут. Ну, а я совершенно, совершенно серьезно, я не нарушаю законодательство. То, что я поговорю об этом. Генеральный прокурор говорит, Виктор Иванович Ильюкин. Я повторяю его слова. То есть, ситуация в том. Ситуация правовой паузы в стране. Ведь, собственно, мы выходили. Правительство Примакова, я вам уже рассказывал. Маслякова. Они выходили на вывод страны из кризиса. Не случайно Ильюкин собирал в Нижней Палате генеральный прокурор всех юристов. И квалифицировали действия Ельцина по статье геноцид. Геноцид еще раз не попадает под сроки давности. Вот во Франции сейчас в Руанде. Диктатор Руанды был задержан через 26 лет. Не попадает. Все, там будут разбираться. Но на 19 минут население сократили страны в результате этих реформ. И, в общем-то, Ельцин пытался одного. Дать гарантии. Вот они нашли этого Путина. И первый закон он принял. Внес в Думу. Это гарантия президента. И так далее. Ну, а дальше-то что? Курс же не менялся. Вспомните. Касьянова с его процентной ставкой. Миша 2%. Ну, там нефть была 140. Ему дали передышку. А дальше сейчас начинается все заново. В 90-е годы покажутся почему. Потому что плохо или хорошо, там была еще советская промышленность. А сегодня уже нет ничего. Уже снова сокращение зарплат. Увольление. Они заговорили о том, что пенсии не будут платить. Это говорит, причем, вице-спикер Володин. Это не на кухне бабка говорит, а на он говорит. Я не исключаю возможность о дефолтах. То есть, фактически дефолт. Они ведут в сторону дефолту. Но если 8% нефти, а нефть сегодня 0% дохода, как вы хотите, откуда. Надо же работать. А работать кто? Вспомните, что творилась здесь. Спиритизация. Она была признана геноцидом. И так далее. И он... Ну, и ведь там же нет в окружении Владимира Ивановича нормальных руководителей. Люди же от него уходили все нормальные. Но они понимали, что он человек неадекватный. Мягко говоря, малокомпетентный. Но, чем не менее, вот он 20 лет удержался на посадив страну. Его предупреждали. Ему говорили. Но сейчас ужас. Сейчас все уже разбегаются, от него убегают. А что толку? Он понимает, что уйти от власти не может. Экономику запустить. Он не в состоянии. И как? Вот они до последнего будут держаться. Но рейтинг падает. Уже на заводах начинают показывать на интернете. Люди возмущаются, потому что зарплату сокращают. И так далее. И как удержать? Я вот не знаю. Я против всяких революций. Ну а как вы будете удержать, если у человека нечего кушать? Если нет зарплаты, нет стипендий, нет пенсии. Как вы собираетесь? Как вы собираетесь управлять? Вот вам, пожалуйста, положение правовой паузы, о которой генеральный покор Илья Викторович говорил. Но надо расследовать все, что творилось в 90-е годы, нулевые годы. Это полный процесс мафизации. Они живы. Ну фактически, что такое был Владимир Путин? Ну с точки зрения криминологии, науки о преступности. Это криминальная диктатура. Конституция давно отменена, уже выборов давно нет. Генеральный покор СССР Виктор Виктор Викторий Лёхин правильно говорил на трибунале, что он создал по сути криминальную структуру, вот эту партию Единая Россия. Он говорит, что там это сборище. Он назвал их. Это его слова, я повторяю, он профессор. Это мафия, насильники. И так далее. То есть вот, собственно говоря, мы это и получили. Мы получили нормальную криминальную диктатуру. Даже я не знаю, что там, Латинская Америка, не Латинская, но что-то наподобие. То есть люди уже боятся какие-то права свои заявлять, говорить о правде, о законности, о справедливости. То, что о любом стране мира говорят люди. Ну вот так вот мы к этому пришли. В результате того, что мы здесь создавали, строили. Ну и Владея Иркутина, это олицетворение вот этой криминальной диктатуры. Ну а что он там в Санкт-Петербурге вытворял, надо комментировать. Но это вообще за пределами. Если это соответствует действительности, а не верить следователям там нет, то там в пору было водить во все чрезвычайные положения. Ну вот так мы пришли. Пришли из-за того, что разрушали экономику. Про охранительную систему, такие как я, у меня психушку. Я горжусь своими психушками и пулями. Почему? Потому что при помощи бандитов решали хозяйственные вопросы. Какие бандиты? Есть суды, есть. Ничего этого не было. Ну и кого назначали руководителем? ФСБ и так далее. Ну и сами знаете, друзей, знакомых. А война в Чечне что такое была? Судоватый тысяч убитых и раненых. Геноцид не попадает под руки давности. Поэтому те, кто думает, что сотрясаем мы воздух и так далее, напрасно думайте. Мы вернемся еще к этому. И впереди все очень здорово и весело. Потому что все процессы будут. А как иначе, как выходить из тупика полного? Все разворованы и уничтожены. Спасибо, Ваше Писание Семенович.